всем привет едем сегодня по грибы хотел пособирать зеленок под зеленок здесь у нас от лес вывозят до грязи кругом за ездили сейчас посмотрим можно проехать или нельзя вроде лужа не глубокая да наверно по старых местах не получится нам походить этот раз здесь колеины такие дожди идут грязи куша и здесь грязи куша вот рыбок растет польский видно кто-то уже пытался ехать там немного в гараже засел и здесь короче в эту сторону не поедем так чувствую засядем песок плюс дождь непроходимая дорога вышла растоптали лесовозами тракторами так что поедем другое место машина наша поедем другое место где можно забраться в лес поехала камера наша так никого нету можно выезжать хотела проедать старое место но не получилось поедем другое это у нас была дорога идет и жидко из заглушка висит притяцкая полезная Эта дорога пошла на Лельщицы, едем в сторону Лельщицы, Думал поближе походить, но так как там заехать нельзя, поедем подальше. Кому не интересно, время поездки можно пропустить, хотя здесь немного ехать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Болото здесь у нас небольшое. Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Пойдем здесь походим. Вот аппарат упал, липучки нету на панели. Так, берем ведерко. Сейчас застанем ножико. И здесь раньше была война окопы вокруг на буграх, вот на этих буграх должны быть зеленки под зеленки. Что найдем, то найдем. Раньше я здесь не собирал ничего особо не ходил. Думаю, походить в этом году можно. Сейчас 4 ноября. Находимся мы в Белоруссии. Ломельской областью Белоруссии. На севере уже снега были. А у нас покуда что только дожди. Здесь вот море окоп, траншей разных. Ой, переберемся на молодой лев. Пойдем. Посмотрим, что тут будет, не будет. На улице сейчас плюс 8. Немного было солнца с утра, сейчас пасмурно. Так что влажно в лесу. Пойдем. У нас под зеленка первая. Пойдем. У нас покончено. Еще такие шторы растут. Это зеленка. Уже плохи. Одну взяли. Пойдем дальше. Пошли. Пошли. Вот коза, даже не жаляла рядом с козой под зеленок пару. Их с этой погрызли, наверное, улитки или что? Не улитки, а эти слезняки. Так, козу заберем. Не червила хорошая. Даже не думал, что он еще расти будет. Вот еще две под зеленочки. На их корень сломаю. Одной рукой брать неудобно. Песок сверху не стирается. Дома почистится. Кто-то ходил уже. Дорога недалеко. Уже выходили еще сто раз. Мы сто первые пришли. А в лес заехать нереально. Сейчас кругом пилят, валят лес. И вот этот лес, получается, что вывозят грузовой техникой, поразбивали все дороги. Вот еще под зеленка. Что-то под зеленки немного растут. Никто их не собирает. Что страшные ныки, это погрызенные все. Ладно, не будем таких брать. Выбрасывая ее обратно. Но это целая. И это целая. Отказывается, я здесь тоже говорю в эту сторону. Это что у нас? Груздики. Груздики уже плохие. Что-то за такое. Все грибы и все погрызенные. Улитки вроде бы. Ладно, улитки погрызенные. Страшно. Можно собирать. Солнца нет. Варантироваться плохо. Так что будем ходить недалеко от дороги. Дальше не поймем. Так, какие-то. Росика идет. Старый лес. Старым лесу по мху особо. Ничего нету по таком темным. На бугорках. Вот эта зеленочка красивая. Вот еще одна. Пройдем по краешку сюда. Вот под зеленки. Под зеленок море походу. По лесу. Если все нормально, так можно и что съездить будет. Главное чтоб снега не насыпало. Потому что с под снега их особо не найдешь. Так, смотрим вокруг. А вот еще одна. Потихоньку собираются. Вот еще. И вон еще две сидят. Походу полянка хорошая такая. Что-то их никто не поразил. И вот у нас, и вот. Хорошие, хорошо попали. Будем собирать. Солененькие, с картошечкой хорошие. Вот чуть не растоптал. Еще-то у нас под зеленки. Вот на ядро. Ядро чуть не поставить. Сейчас напилим. Долго то особо ходить не будем. А так. Пособираем, что есть. Хотя все сегодня. Рельсы на столбик, на забор. Забетонировать. До темна, думаю, мы уже успеем. Так что походим. Наберем, что есть. Поедем. Хорошая полянка такая. Так. Вокруг у нас в эту сторону больше не видно ничего особо. Бугорок. Здесь хорошие. Ничего их не погрызло. Целые. Вот красавица. Такая мощная под зеленочкой. Такая мощная под зеленочкой. так. Какая-то не понятная. Не будем брать их. Казу нашли. Такая большая, целенькая, это растоптали. Это же кусок троса. Металл по лесу валяется. О, хорошо обошли вот ещё одна коза. Это мокрица бегает. Уже у нас трекозы под зелёнки. На границе со старым лесом и молодняком постоянно что-нибудь да есть. Это уже, наверное, старые. Идём немного в старый лес. Здесь по мху этом, по мху большом таком ничего не попадается особо. Так, здесь всё уже попилили. Одни окорошки валяются только. Немного насобирали уже на дне ведра есть. Куда дальше двигаться? Сейчас подумаем. «Понзелёнка» ставим. «Понзелёнка» Так, крутанулись мы. Там дорога видна. Пойдём сюда и обратно через низ. Здесь низина. Наверное, в советское время на дороге песок выбирали. Покопали. Где бугры были. Поделали равнины. Низкие такие. Масли они. Масляки. Ща эти произрастают. Вроде холодно, уже и заморозки были. Даже масляки растут. Это два штуки. Подняли. Такие-то ужовики растут. Целая куча. Что за такие грибы. Пойдём обратно. В левую сторону. По бугры. Заверещалаverse. Цельничьей соратуры. Так, нёёё. Было тоfinden. лесу тишина полнейшая где зиме притихло все лисички даже и не думалось бы что такие уже грибы будут произрастать так как уже 4 ноября еще лисички растут свежие молодые масляк на поджарку свежих маслякона собираем это у нас алюминий что-то в лесу часто алюминий стал попадаться сейчас заберем его поможем вместе с грибами в сторонку туда где под зеленки с песком песка лежит а здесь мы вот уже проходили сразу когда зашли пойдем туда в обратную сторону хотелось бы конечно дороге подальше забежать но здесь старый лес в старом ничего нету хотелось бы по молодняку побежать затем х поменьше так что пойдем по этой вот просеке все еще и дубовые листы дубки с этой стороны небольшие такие идешь на место интересное залезем на бугор посмотрим что здесь есть как я и говорил вот в карьере покопали хорошие такие ямы приличные или наверное в войну бомба упала хотя не похоже вот выбрали сюда и сюда яма приличная вот землянка была раньше так вот у нас признаки грибов пошли где-то не спать на польские таких не собираю на польские таких не собираю а и кайф он много здесь уже молоденькие пособирать небольшие они уже старые все У нас перекресток, сейчас у нас асфальт, видна дорога. Побежим по этой просеке в углу леса. Вот у нас на просеке прямо под зелёнки растут, в песке правда песок обмоется, такие вот красавицы. Под зелёнки будем солить, так что песок обмоется. На белую, похоже, какие-то решеторики. Прямо на дороге, на этой, на просеке грибы. Поеденные все пускали же. Пройдём по этой вот просеке в глубину туда леса, глядем, что у нас там, так как я здесь уже не был никогда в этом месте. Возле дороги раз, только раньше ходил возле самое. Сюда я заходил пока, туда с правой стороны далеко, но есть ещё просека одна, там бугры, но там идти далековато, на километра полтора. Ну вот, немного осъёмку прорвал, прошёл оттуда сюда уже. Вот пошли, первые у нас грибы, разводился право на две части. Забираем. Здесь уже вот пошли мхи такие, возле просеки светлые. Вот должны быть и грибы. Вот сколько их здесь. Радицелы немного так покушали его. Этот съедены, эти съедены. Что-то за живность такая развелась, что сейчас грибы на корню подгрызены. Вот нам повезло, сколько коз. И как их ещё, ежовики называют. Мне кто-то в комментарии там писал, подсказал. Раньше помню. Этот вот весь погрызенный сверху. Забираем на поджарку. Пойдёт. Здесь вот ещё пары у нас. Большие. Что хорошо, уже шервяков их не водится сейчас. Уже холодно. Вот не зря сюда нас потянуло в эту сторону. Сразу полное ведро и нарезали. Это вот у нас счищается. Мох этот. Немного покажу. Но так полностью не буду. Чтоб песок потом счищался вместе с ними. Такие вот поры с грибницей. Уже вызрели походу он. Высыпаться. Будет. Ну, обзеру до дома где-нибудь. Высыпу. По кустах. Пускай разводятся. Вот нам повезло насобирать. На пол ведра сразу. А вот ещё один. Подгрызенный. Ещё забираем. Дома пообразаются лишние. С этой полянки наверно штук десять собрали сразу. В эту сторону не видно ничего. Всё. В тём сюда вот. Вот. Под зелёночкой. Красавица. Тоже вот немного пластинки съеденные. Всё. Я вижу всё. Я его вижу всё. В этом месте с тобой. Не точно. Всё, как она. Работаешь. Такое. Сф toe цветёт. Тоже. Рассивальція здесь. Ә Чем подальше от дороги, тише становится, машин не слышно, полнейшая тишина, осенью и весной по лесах интересно ходить, особенно если время на это находится, так как в основном весенние и осенние работы приходится на ту пору и на эту. А летом грибы не растут особо, ну, кроме лисичек. Здесь уже поинтереснее пошла местность, пригорки, мох такой белый, если на следующий год грибы будут, так сюда можно проехаться, белые поискать. У нас грибок весь чисто обгрызенный. И вот их всё, это заберём. Что он за такой, вроде как под зелёнышко. Я вот сейчас забираю. Зайдём на этот бул. На горку. На горку. Посмотрим, что тут будет что-нибудь. Вот много сухих сосен перед нами. Это всё сосновый пилильчик. Лес вокруг погорис. Заберёмся наверх сейчас. Поищем мох светлых. А что в этом глубоком ничего нет. Вроде интереснее пошёл он. Где-то здесь старая дорога была. Думаю, скоро на её и выйдем. На старой дороге постоянно были лисички, зелёнки. Так как там моха глубокого нету. Так они растут. Так, тут не видно ничего. Далековато забрались уже назад потом ещё придётся идти. Ох, скользко. Сейчас весу сыра. Все ветки скользкие. Так что надо стараться переступать. Там можно и приземлиться неудачно. Видно мох пошёл светлый. Так, проверим наличие ключа в кармане. Куда его. Запихнул, короче. У меня надёжный карман. Надо его переложить в штаны. То, что уже раз было такое, что потирал ключа от машины. Пришлось через багажник скрывать, залазить, да. Завозить машину. Замок срывать. Это было на моей старой машине. Там это можно было. А здесь уже такие фокусы не пройдут. Здесь не вскроешь особо дверцы. Вот у нас мох пошёл светлый. Правда здесь лес такой не очень. Походить всё равно интересно. Вот. Следы деятельности лесников старых. Лейки с подсошки. Со смолы. Живицы. Сейчас то пластиковые ставят. Это раньше жестяные. Интересная сосна такая. Какие-то я дебры забрал. Ну здесь особо блудить то негде. Если прокинуть до легчесть наверное километров. Сколько будет. где-то отсюда 25-30 где-то. Там уже дороги. Так что выйти можно. Населённый пункт. Просто без солнца. не закручиваться. Туда-сюда. По незнакомых местах. А вот наверное это старая дорога наша. Которую я говорю. По ней просеки сделали. Она идёт параллельно новой. Здесь раньше. Наверно после войны ездили. Пройдём туда. По старой дороге. Да наверное. Потихоньку. Будем закругляться. Горьбовно собирали. Пол медра 10 литров. Ох. Еще посмотрим что там вот. На просвете на бухарьку. На горе. Вот повезло. Под зелёных целая группа семей. Семейство. Они все страшные. Не будем рады. Вот эту можно забрать. Вроде нормально. Так. Эту заберём. Пластинки тут подъедены. не сильно это поломалось погрязянувся вокруг не видно ничего будет опять пересекаемся просека пошла сюда туда так дороге это болото говорил старая дорога глушитель валя металлический железный какой-то наверное военной машины или послевоенной то что эта дорога очень старая забрал бы его конечно но металл да негде его носить что-то за грибы такие интересные вроде дождевиков на зеленый а возле дороги немного более грибов чем вглубь леса наверно что грибники ходят да поры разносят ногами на подошву то что чем дальше в лес дров то больше да грибов меньше в основном то грибы произрастают там где больше людей ходят хотя подумалось бы что наоборот должно быть меньше людей больше грибов получается что где нету людей там и грибы особо не растут все таки на сапогах разносятся наверно споры за грибу дойдем до этого буро там песок видны по бухарку фу пойдем на здоровье зеленки всякие это страшно погрызли зверючки посмотрим сейчас что-то такая у нас оторвал кусочек так вроде целая еще одна там еще пару штучек ну сделаем вывод что ноябре рыбы тоже добро растут нельзя сказать что их нема в лесу вот еще две под зеленки насолим немного вот под зеленочки много пошли грибки у нас хоть какие-то песке конечно куда их положить чтоб песок особо на пластины не засыпался а вот кто у нас съедает слизень слизень слизняки у нас называют их слизняки у нас называют их да они грибы грызут вот и что двери вон нормально так попали все таки не зря сюда пришли тоже растут грибки вот вот видно что центры кадра одна раз визерка дорежем это можно ехать уже до двой конечно песка но вот если бы двумя руками так почистим а так будем ложить что есть здесь повнимательнее посмотрим чтобы особо не пропустить вот еще одна зеленых то нету все чисто под зеленки только или как они называются а то что не знаю но все под зеленками называют такие они сверху пестреньки все пластины съели слизняки слизняки вот шутье не подвело пройти в эту сторону вот где бугор немного встречаются грибки даже под дубовым листьям есть такие без песка косили вырву с корнем покажу такая вот ножка так даже с пресками возьмем немножко наверно возьмем пушка так еще под листиками конечно под листиками они чистенькие без песка так смотрим вокруг вокруг не видно причем обратно старую дорогу по дороге их много поставить можно и до самых лельчиц пойти зайти когда параллельно главной тянется на большом протяжении вот на песке здоровая под зеленка аккуратно срежем так такая вот немного в песке заберем дома определимся что сделать выбрасывать или на переработках вот старые деревья спиленные здесь уже такой лес пошел интересный сосенка и и и и Сверху крышим. Вот добрались мы до бугра. Это что я говорил. Оттуда мы пришли. Видно, кто-то раньше проходил, где след замытый. Вон видно подзеленка в центре кадра напротив сосны у подножия. Пойдем заберем. И в эту сторону такое место интересно пошло. Мы здесь должны быть горьбы. Это даже у нас наверно не подзеленка, а зеленочка. Да. Первая за день зеленка. Не за день, вернее за сегодня попалась. Вот еще одна. И вон еще одна. И вот. Немного в песке шляпки забегом. Три зеленочки. Это совсем страшная кадра. Ладно, это оставим. Вон еще видно. Короче, попали мы с вами на волшебную поляну. Здесь у нас и подзеленки вместе. Такая вот группа. Вон еще две зеленки. Вот. Две зеленки. Мухомор вместе растет. Это вот подзеленочки. Море. Сколько их здесь. И главное вместе козы. Вот. И козы. Это все произрастает на таком вот пятачку. Здесь у нас вот козы. Здесь вот подзеленок море. И две зеленки за ведром. Ну и здесь были две. Такая полянка интересная. Еще вместе вот. И в сторонку. А также еще и польский. Ну как. Хорошая волшебная поляна. Возьмем такой. Волшебная полянка. Будем резать. Так. Будем резать. Так. Не очистить их. Здесь я так чувствую. Ведерко их забираем. на этой полянке здесь у нас получаются и подзеленки и зеленки и козы даже мухоморы и польские все на одном пятачке это интересная конечно вот еще если на следующей неделе не нарисуются планы что делать будем так наверное все-таки по грибочке я съезжу вот вот я что же лёночка нас продалась да здесь место обалденное мы эту не будем брать где-то еще одну видал так с этой стороны еще порезали напоследок козы знаю он еще под зеленый шакпан красивые осенние грибочки ноябрьские это у нас что за такая светлая подзеленка интересно после заморозков думала что уже не будет ничего расти хоть косой коси это у нас еще удивительная поляна все-таки вот сколько здесь их смотрите по всему кадру наверное мы здесь и доберем ведерко полностью уже с верхушкой собираем мы их передвигаясь гуськом вставать особо не вставать поистине волшебная полянка такой бугорок весь грибах вставать о шерлаки А в этой не наблюдается. Всё-таки червяки и сейчас даже будут, сын, даже не подумал бы так. Вроде холодно уже, но здесь просто ножка рыхлая, лучше червя не видно. Можно лёжа собирать, сколько грибов. Вон, червя. Так, всё кажется здесь собрали. Продвинемся немного туда вперёд. Потом пойдём по бугорку обратно к дороге. Всё. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот сколько их, даже не подумалось бы. Всё вокруг грибах, вся эта территория, на которой мы вот сейчас находимся, вся в грибах, это оттуда и сюда, вот он, под ёлкой, под сосной, с этим, здесь я что-то защитит, красивый даже. Знал бы ядро побольше взял, уже полное. Ладно, можно съездить будет, если что, всё-таки. Я уже сезон-то давно закрыл грибов. Получается, что только боровиков, а прочие грибы, наверное, будут до самого мороза расти в этом году. Под зелёнки хорошие грибочки и зелёнки. Так что можно будет ещё поездить, пособирать. В песке раскрышился немного. Я вообще-то люблю побегать по лесу, за грибами, так как-то неинтересно ползать. Вот это, червяки съели. Особо нет интереса, чтобы на одном месте ползать. Ну что, поползать тоже полезно для ног разминка. «Дебилом»,Host. «Ду...» Вон еще грибки, и вот, так, это я уже соберу, соберу Здесь лодочки О, и масляки, давай, чтоб не затоптал их Это, получается, такая поляна, у нас и мухоморы, и зеленки, и подзеленки, и маслята, и козы И даже, вон, светлый гриб какой-то растет Точно, что волшебная поляна Насляки, конечно, не хотелось бы ложить под зеленками, немного в песке Пускай ведро стоит, а это у нас или поганка, или что, это светлый грибок О, большие зеленки Целенькие, без червя Я думаю, мы здесь уже доберем ведро И вот еще зеленки Ой, боженьки, сколько их тут Вот под землей Сейчас под землей зеленки люблю доставать Эй, сломалась Раскрывать ее не будем Песок Это немного штишь тут Раскрывать не будем эту зеленку Пускай Сейчас я их все порыжу Потом пособираю Когда уже на дороге пойдем, наверное, снимать то не буду То, что с одной рукой нести полное ведро Любому особо неудобно А это я вот слон Стоптал Стоптал хорошую зеленку красивую И вот еще одна И вот еще одна Это уже рассыпалась Так, залаживаем на дерку Немного Песок стереть Надо все-таки Нормальную камеру купить Чтобы на голову крепилась Или куда-нибудь Потому что в руках неудобно Вот масляк, наверное, и один, и второй Это уже негодный А этот вот Нормальный вроде бы А это так Шитовики И здесь вот все в подзеленках у нас И здесь вот подзеленки И вот подзеленки И уже нету куда собирать их Ждать особо не будем Наверное, завтра приедем Все-таки Чтобы не поперже стали Пробегусь-то гляну Масштабы Грибниц Ну вот У нас Вся эта дорога От бугра Вся в подзеленках А еще и вон молодой лес пошел Там тоже должны быть Приеду Уже в следующий раз пособираю Так как зима уже близко Рыбов не будет скоро Надо запасаться Аккуратно пройдем Чтоб не потоптать Вот Это волшебное место Сколько их Ой-ой-ой Целыми семействами Можно сразу бочку насолить Наверное Это мы еще не проходили Туда и туда Дальше Так Вложим сюда Думаю, до дороги донесен До машины Пройдем еще с вами сюда Посмотрим Что здесь у нас Находится Здесь у нас И лисички видны И польские Растут все вместе Тоже подзеленочки Вон и коза Козу мы сегодня заберем Она здесь не одна У нас а две Такие вот Козочки Думаю На этих вот Грибках Двух красивых Будем уже заканчивать Всем спасибо За просмотр Смотрите мои новые видео Пишите комментарии Кому понравилось Ставьте лайки Всем до свидания Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok